Доброго дня, всем добрым людям. Мы на YouTube-канале Марк Солонин. Сегодня 23 ноября 2022 года. Это значит, что прошло ровно 50 лет с 23 ноября 1972 года, когда с оглушительным грохотом закончилась четвертая, последняя, отчаянная попытка справиться с гигантским советским лунным носителем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ракета взорвалась за несколько секунд до завершения работы первой ступени. Но это уже было неважно. Проект накрылся медным тазом. В убытке было списано, по разным оценкам, от 4 до 6 миллиардов советских рублей с начала 70-х годов. Чтобы было понятно, квадратный метр площади тогда стоил по себе стоимости, жилой площади в городах, порядка 200 рублей. На эти деньги можно было построить город на миллион человек. Ну да ладно, у нас техникум, как вы уже понимаете, мы говорим о технике. То, что вы сейчас видели, это, конечно, анимация, правда, великолепно сделанная, ссылочка в описании, настоятельно рекомендую. Не знаю, кто такой, но этот автор делает изумительно качественные вещи. Вот, если вам показалось, что в этой анимации какая-то уже ракета нечеловеческая, большая, нет, такая она и была. Такая она была. Вот перед вами фотография, это уже никакая не анимация. Обратите, вот ее вывозят на стартовую позицию. Посмотрите на размере человечков рядом с этой ракетой. Вот еще одна. Ну, это, конечно, ретушированная фотография, но это фотографии. Ну, и для полной ясности, вот она, советская королевская ракета Н-1 в масштабе рядом с, ну, сами видите, Дельта-Хэви, Фелкон-Хэви, соответственно, Боинг и Спейс-Х, самые большие из ныне эксплуатируемых в Соединенных Штатах ракет. Вот такими вот малышами, лилипутами, я бы сказал, смотрятся они на фоне ракеты Н-1. Это юбилей сегодняшний 50-летний, памятная дата, скажем так, аккуратнее. Наверное, очень подходящий повод для того, чтобы сделать большой рассказ о ракетной технике, о ее, кстати, истоках, основах, о проблемах. И в конечном итоге, я думаю, у нас будет три серии, и за три серии мы должны понять, разобраться с вопросом о том, почему американский Сатурн-5 полетел и долетел, а советский Н-1, четыре неудачных запуска, четыре аварии и полный крах всей программы. Рассмотреть это не с позиции какой-либо политики или рассуждения о политике или обывательских разговоров о том, куда же с его лапом лезть. Нет, мы будем говорить сугубо и только о технике, ибо сегодня у нас технику. Разговор о ракетной технике начинается всегда, с начала. А начало – это вот оно. Это немецкая Фау-2, она же агрегат-4. Еще раз четвертый раз повторю, у нас технику, мы не обсуждаем ничего, мы ни слова, мы стараемся не думать о том, кому эта техника была вручена, для кого Вернерфен Браун работал. Мы сейчас не об этом, мы рассуждаем только достижения человеческого ума, материализованной в металле. Вот это вот Фау-2, первая массовая баллистическая ракета, с которой, собственно, и началась вся ракетная эра. А вот это что такое? Ну, а вот это немецкий бомбардировщик Хенкель-111. А чего общего между Хенкелем-111 и Фау-2, спросите вы. Но между ними много чего общего. Во-первых, и тот, и другой имели примерно одинаковый стартовый или взлетный вес. Ну, без малого 13 тонн. Для всякого летающего предмета, для летательного аппарата, вес, я уже много раз говорил, это первая исходная основополагающая характеристика. То есть это летательные аппараты практически одного масштаба. Один момент. А второе очень важное чертосходство в том, что они делались в одной и той же стране, ну, практически с небольшим разрывом в несколько лет. А это значит, что конструктора, разрабатывающие Фау, разрабатывающие вот этого Хенкеля, они учились в одних университетах. Не исключено, что слушали лекции буквально одного и того же профессора или даже сидели рядом на этой самой скамье. Один момент. Другой момент. Делалось это в одной и той же стране Германии, в одно и то же время, соответственно, на той же технологической базе, с тем же оборудованием и с тех же материалов. То есть это в значительной степени, ну, как бы, не то, что, конечно, близнецы и братья, но, скажем так, братья. То есть два очень сложных летательных аппарата, одинакового, почти одинакового веса, созданные в одну и ту же эпоху. Теперь, конечно, как вы понимаете, мы идем к различиям. К чему же мы идем? Много, конечно, различий между ракетой и двухмоторным пушнивым бомбировщиком, но меня интересует вот, что поглядите на эту картинку. Кстати, картинка это во всех Википедиях, во всех интернетах. Я буквально сегодня узнал, что картинка это из английской газеты «Дели и Мир» 44-го года. Вот как только начали обстреливать Лондон вот этими вещами, английская газета проинформировала подданных королям о том, что происходит, чем их обстреливать. Все нормально. Так вот, глядя на эту картинку, я думаю, любой, любой, включая глубоко уважаемых мной дома хозяек, мгновенно увидит, где тут топливные баки. Вот они, два большущих. Ну, кто умеет читать по-английски, прочитает. Бак для алкоголя. Да, в качестве горючего там использовался 70-процентный раствор в воде. Причем этилово, заметьте, этилово спирт, то есть 70-процентная водка и жидкий кислород в качестве окислителя. Ну, они заметны. Не заметить эти баки невозможно. Специалисты увидят многое другое, но баки увидят любой. А вот он, Хенкель 111, компонучная схема, добросовестно сделанная кем-то для нас. Вы видите, где здесь топливный бак? Ну, если вы имеете опыт разгляд на таких картинок, то да. А для всех остальных придется подрисовать. Вот они, топливные баки. Их там было 4 штуки, их даже с помощью подрисования не очень-то видно. То есть 2 бака снаружи от мотогондол в консолях крыла и 2, соответственно, симметричных бака в центроплане. Вот тот другой, правый по полету, он просто не виден. А вот в этих 4 бачках, мягкие баки были, и было спрятано топливо. Ну, согласитесь, мало они места занимают. Гораздо меньше они занимают место в этом самолете, во внутренних объемах, нежели 2 гигантских бака в ракете. На этом мы заканчиваем разглядывать картинки, и как взрослые люди переходим к разглядыванию цифр. Табличечку я для вас сделал. Что за табличечка? Ну, первая строка – это Фау-2, вторая строка – это Хенкель 111, вполне конкретная модификация, их было очень много. Самолет находился в строю с Испанской войны до конца Второй мировой H6. Взлетный вес, да, как я уже сказал, почти одинаковый. Почти одинаковый. Табличка построена так. Показатели Хенкеля приняты за единицу, за единицу, а, соответственно, показатели Фау по отношению к нему. Ну, вес, третий раз повторяю, почти одинаковый, Фау чуть-чуть больше. А теперь смотрим на секундный расход топлива. Хенкель, два его мотора, два его мотора, большие моторы, тысячесильные, 12-цилиндровые. На крейсерском режиме, понятно, там разные бывают режимы у самолета, на крейсерском режиме расходовали 115 грамм в секунду бензина. А Фау расходовало 130 в секунду. Только не грамм, а килограмм. То есть секундный расход топлива у этой ракеты был в 1130 раз больше, чем у Хенкеля. При том, что вес и того, и другого летательного аппарата практически одинаковый. Разумеется, чтобы справиться с такой невероятной прожорливостью, пришлось в ракете отдать под вес топлива 67% от общего стартового веса. В то время, как в самолете, это было только 21%. То есть в одном случае 2 трети, а в другом 1 пятая. То есть в абсолютных величинах 8580 килограмм топлива пожирал один-единственный мотор на Фау-2. Ну, а дальше все понятно. При такой прожорливости как же мы можем с этим справиться? Опять смотрим следующую таблицу при одинаковом взлетном весе. Только сейчас надо построено, по-другому так удобнее делить. Вес полезной нагрузки для боевого машины – это вес бомб или вес боевой части для ракеты. А вес полезной нагрузки у Хенкеля в 2,11 раз выше. Радиус действия. Да, самолет-то может прилететь много, но ему же надо вернуться. Поэтому я поделил дальность полета именно этого Хенкеля, именно этой модификации, именно с этим количеством топлива в баках. Так вот, боевой радиус у Хенкеля в 3,5 раза больше, чем максимальная дальность полета Фау. Ну, а дальше выводим вот эту основную для любого транспортного средства характеристику – тонны километров. То есть, сколько тонн, на какое количество километров он способен в один полет переместить. Еще раз повторяю, для Хенкеля мы взяли половину дальности, только боевой радиус, только в одну сторону. 7,35. Как транспортное средство, 13-тонный Хенкель, 7,5 округленный раз эффективнее, нежели ракета. Но дальше самое интересное. Ракета однозначно одноразовая. Попала, не попала, что бы с ней не было, второй раз она уже не полетит. Самолет-бомодировщик явно многоразовый. Вопрос о том, сколько разовый, бесконечно сложно. Это зависит, какой период войны, на каком фронте, на каком взяты боевых действий, как использовали, если ночью. Конечно, потери были очень маленькие в ночных вылетах. Если днем, да еще на длине фронта, совсем другое. Ну, в общем, чтобы сильно не усложнять, я взял 20 вылетов. Почему 20? Потому что при средней, очень средней по всей Второй мировой войне, вероятность поражения самолета 4%, вероятность его в одном вылете. При 20 вылетах общая вероятность быть сбитым доходит до 50%. Не до 100, не до 90, всего лишь до 50. То есть, 20 вылетов на самолет – это очень скромный взгляд. Очень скромный взгляд. Реально, конечно, летали по 30, по 40, по 50, по 60 вылетов. А так вот, даже при 20 вылетах получается, что за эти 20 вылетов Хенкель по тонн и километрам произойдет ракету Фау в 147 раз. Ну, то есть, ни о чем. Как транспортное средство, как транспортное средство, ракета, любая баллистическая ракета, и Фау в том числе, хуже не придумаешь. Она в 147 раз ухитрилась уступить самолету. А самолет – это, в общем-то, не самое эффективное транспортное средство. Корабли, знаете ли, гораздо лучше. Ну, на Хенкеле было, как я уже сказал, два двигателя, ну, там, средней мощностью по 1000, взлетная, форсированная 1350. А 2000 лошадиных сил – это судовой дизель, большой, тяжелый судовой дизель на очень приличном морском сухогрузе, который тащит с этими дизелями 2-3 тысячи тонн, 2-3 тысячи тонн какого-то там руды, зерна, угля и так далее. Так что самолеты – это же не самый рекордсмен эффективности, но даже самолету ракета ухитрилась уступить 147 раз. Возникают вопросы, зачем вообще все это надо? Зачем это все надо? Ответ на него в следующей табличке. Она уж совсем маленькая, простая, состоит буквально из двух столбцов. Скорость полета, максимальная скорость достигаемого полета и потолок. И все становится понятно. Фау-2 летала в 13 раз быстрее, чем максимальная скорость Хенкеля. И забиралась на высоту в 10 раз больше, чем максимальный потолок полета Хенкеля. И все. И на этом конкуренция закончилась. И прошло 80 лет, ну, меньше, чем 80 лет, и ни один самолет с поршневыми реактивными, турбореактивными, промоточно-реактивными близко не приблизился ни к такой скорости, ни тем более к такому потолку, который сразу же маханула первая баллистическая ракета. Вот и весь ответ. Как транспортное средство на земле, над землей, ракета абсолютно бесперспективна. Абсолютно. Даже не пытайтесь. В старые советские времена, в журналах типа «Юный техник» за 50-е годы были все эти прожекты. Будем письма возить. Значит, отрудящийся написал письмо в Владивостоке. И ракета его доставила в столицу нашей родины Москвы. Чушь собачья, ничего с этого не получилось. Пока пытались делать почтовые ракеты, придумали интернет. Как транспортное средство на земле и около земли, ракета не имеет никаких преимуществ. Одни недостатки. Она раскрывает свои несуществующие крылья только там. Ракета создана для космоса. В безвоздушном пространстве она способна летать, она способна развивать колоссальные скорости, забираться в такие дали, где нигде не ступала нога человека и не махала крыло птицы. Ракета создана для космоса. Теперь, разобравшись с тем, что для чего, мы начинаем, я начинаю пересказывать то, что во всех книжках школьных, дошкольных пишут и рисуют, когда объясняют принципы реактивного движения. Это закон сохранения импульса. Значит, смотрим вот на эту картиночку. Идея в том, что в замкнутой системе импульс, импульс – это количество движения, то есть произведение массы тела или тел на их скорость, измениться не может. Закон природы такой. Значит, исходное положение. Исходное положение. Вот он корпус, то, что черненький. А внутри этого, ну, представьте себе, что это труба, открытая с одного, для этой картинки правого конца. Левый конец трубы закрыт. Внутри этой трубы находится какое-то вещество. Рабочее тело это называется. Исходное положение – все лежит на Земле. Корпус имеет скорость ноль. Рабочее тело имеет скорость ноль. Произведение любого числа на ноль является ноль. А совокупный импульс всей системы – ноль плюс ноль равняется ноль. Замечательно. Теперь предположим, что рабочее тело взяло и вылетело. Не спрашивайте, почему оно просто взяло и вылетело. По моей картинке направо. Приобрело скорость. В – скорость рабочего тела. Умножить на массу рабочего тела появился импульс. Поскольку закон сохранения импульса нарушиться не может, совокупный импульс этой системы должен быть равен нулю, то при этом корпус начнет двигаться по моей картинке налево, справа налево, с некой скоростью. И скорости эти должны быть таковы, чтобы произведение скорости корпуса умножить на массу корпуса было в точности до миллиметра и равно произведению скорости рабочего тела на массу рабочего тела. Поскольку они направлены в разные стороны, то они сложатся и, опять же, получится ноль. Дальше мы делаем простейшее преобразование и приходим к крайне интересному выводу. Скорость корпуса равняется скорость рабочего тела, умноженная на отношение частное отделение массы рабочего тела к массе корпуса. А это значит, что если рабочего тела больше, то есть масса рабочего тела больше, чем масса корпуса, тогда вот эта величина в скобках будет больше единицы, например, рабочего тела в 5 раз больше, чем масса корпуса. И тогда скорость корпуса окажется в 5 раз больше, чем скорость рабочего тела. Вон как интересно. Мы можем полететь даже быстрее, чем вылетело рабочее тело. Если вам хорошо видно, у кого большой экран, то я зачеркнул эту формулу. Она абсолютно неправильная. Не вздумайте ее где-то запомнить, да еще и кому-то рассказать. Двойку получите. Формула эта неправильная, потому что она описывает некую фантастическую ситуацию, когда рабочее тело выскочило из корпуса одномоментно. Одномоментно. Между первым и вторым состоянием интервал времени ноль. Вот оно взяло и все полностью, целиком рабочее тело взяло и выскочило. Так быть не может. Что бы там ни было, какого бы там ни было устройства, но рабочее тело будет покидать корпус в течение какого-то времени. А это значит, у нас будут какие-то промежуточные этапы, когда часть рабочего тела еще лежит, она связана вместе с корпусом. И корпус, и эта часть рабочего тела движется налево, а то, что уже успело вылезти, эта часть рабочего тела движется направо. И все это непрерывно меняется. У нас получается сложная такая вещь, которая называется движение тела переменной массой. А с этой задачей справился гениальный ученый-самоучка Константин Салковский. Константин Эдуардович Салковский опубликовал он эту формулу, по-моему, в 1898 году, но в любом случае еще в XIX веке. И она действительно стала основой всех космических расчетов, ракетных расчетов. И в данном случае она отрабжена на марке государства Никарагуа в одну кордобу. Там что мы видим? Ну, если не видно, то я скажу. Да, действительно, скорость, скорость полета ракеты, если движение происходит в вакууме, без сопротивления, с нулевым радиодинамическим сопротивлением, в пустоте, в космосе, это скорость истечения, так это называется на русском техническом языке, скорость истечения, скорость, с которой движется рабочее тело, умноженное, только, к сожалению, не на соотношение масс, а на логарифм, натуральным логарифм отношения начальной массы к конечной массе. Это очень печально. Почему? Потому что логарифм подлец растет очень медленно. Вот он перед вами, этот самый натуральный логарифм, его график. То есть для того, чтобы конечная скорость полета ракеты, еще раз повторяю, в пустоте, там, где не было сопротивления, для того, чтобы она была равна, сравнялась хотя бы со скоростью истечения, нам нужно соотношение 3. То есть конечная масса, то есть масса пустой ракеты, корпус плюс двигатель, должна быть в 3 раза меньше, чем стартовая масса. То есть все то же самое, корпус двигателя, но плюс топливо. А если мы хотим получить, ну, всего лишь в 2 раза большую скорость полета ракеты, то будьте любезны, повысить вот этого дела, называется, весовое совершенство, аж до 7,4. То есть нам надо ухитриться сделать настолько легкую конструкцию, настолько легкую конструкцию, что она в 7,4 раза меньше весит, чем общий вес конструкции плюс топливо, то есть стартовый вес ракеты. Вот такие огромные усилия надо приложить всего лишь для того, чтобы получить увеличение, получить скорость в 2 раза больше, чем скорость истечения. Дальше будет, как вы понимаете, еще хуже. Я сделал график график, но мне как-то удобнее работать с таблицами, думаю и вам. И вот нарисовал такую вещь. Это очень важная табличка, советую на нее поглядеть внимательно. Значит, первый столбец. Отношение начальной массы к конечной массе. Это показатель весового совершенства. Это показатель совершенства конструкции, конструктивной силовой схемы, использованных материалов, технологий. Ну, главное, конечно, конструктивная силовая схема. А три – это уже показатель, наверное, недостижимый до самолета. Чтобы самолет, когда он сел, сел на землю, вернулся после полета, был в три раза легче, чем он был в тот момент, когда он взлетал. Даже при этом показателе, даже при этом показателе, потребная скорость истечения 7190. А что это я такое пишу? Что такое потребное? Для чего потребное? А потребное для того, чтобы улететь в космос. В космос, чтобы улететь. Для того, чтобы улететь в космос, надо разогнаться быстро, чтобы камень брошенной земли летал вокруг Земли и не падал, его надо разогнать до скорости 7910 метров в секунду. Так называемая первая космическая скорость. Это значит, что если у нас ракета с лесовым совершенством 3, еще раз повторяю, это значит, что масса ракеты, корпус ракеты плюс двигатели, плюс система управления в три раза меньше, чем общая масса всего этого, плюс топлива, то тогда нам нужна скорость истечения, чтобы мы смогли оказаться в космосе, 7191. Это 24 маха. Ну и дальше все перед вами. И дальше все перед вами. Три строчки в середине выделены, заливочка, а верхняя и нижняя голенькие, потому что и то, и другое абсолютно невозможно. Но ни о какой скорости истечения в 7 километров в секунду, 7 километров в секунду 24 маха, не может быть и речи. Не может быть и речи. Все эти вещи считаемы. Как ни странно, они достаточно понятно считаемы. Что такое скорость истечения газов, раскаленного газа, войсками разгорания? Там внутри, вовнутрь зашел некий, допустим, килограмм топлива. Он сгорел. При этом прошла химическая реакция. Он разогрелся. И он стал очень горячим. И потом мы эту тепловую энергию превращаем в кинетическую, в энергию движения, в скорость полета, в скорость, с которой несется эта струя газов. Так вот, в абсолютно безумном, не имеющем ничего общего с реальной жизнью предположение о том, что, начинаем загибать пальцы, все сгорело до последней молекулы, вся теплота стопроцентно превратилась в кинетическую энергию, потери тепла из этой системы равны нулю. Вот даже в таких безумных предположениях, перебрав огромное количество всяких комбинаций элементов таблицы Менделеева, а также сложных веществ, выяснилось, что получить температуру, даже абстрактно рассуждая теоретически, больше 5000 градусов невозможно. Ну и, соответственно, и скорости истечения, ну, больше 4-4,5 нереальны. На самом деле, в реальности все совершенно не так. Во-первых, есть второе начало термодинамики, которая запрещает превратить тепловую энергию в кинетическую со стопроцентным КПД, плюс неизбежные потери тепла. Тепло выходит из этой системы, даже если мы несемся в вакууме, в космосе. Космос – это огромный термос. Ну, он хоть и термос, но тепловое – это излучение, передача тепла излучением никуда не девается. Страшно подумать, какой тепловой поток идет из некой среды, разогретый до 5000 Кельвина. Ну, я уже молчу про то, что при Вольфрам, самой тугоплавки металла, плавится при, если я не ошибаюсь, 3500, но в любом случае, при 5000 Кельвинах любой конструкционный материал мгновенно испарится. Он даже не расплавится, он просто испарится. То, что это абсолютно немыслимые вещи, реальные, реальные скорости истечения, достижимые в хорошем двигателе – это 3500 метров в секунду, 3500 километров в секунду у современного, но у очень хорошего, очень хорошего. Оно же, да, оно же перевалило за 4000, оно перевалило за 4000, оно медленно, медленно, ну, прямо ползет, может быть, до 4,5, хотя едва ли, по сути дела, все возможности химического двигателя уже исчерпаны. Поэтому, если наша ракета с массовым совершенством 3, то она никогда, никуда в космос не улетит. Если же смотреть на самую нижнюю табличку и брать, почему-то я написал эту скорость, 2200 метров в секунду, то при такой скорости истечении, для того, чтобы оказаться в космосе, то есть разогнаться до 7,910, нам нужна ракета с феноменальным весовым совершенством 37, или другими словами, корпус плюс двигатели, плюс систему управления, про полезную нагрузку, вообще забываем, полезная нагрузка 0, должна составлять 2,7% от стартового масса, но это немыслимо. Такую ракету можно сделать из папиросной бумаги, она сложится прямо на старте. Это тоже невозможно, поэтому реальность, ну то, что хотя бы как-то можно, находится в середине этой таблицы. То есть ракета с весовым совершенством где-то что-то около 10, ну и двигатель, ну и двигатель, который разгоняет выходящую из него строю этих самых газов до 11 махов. Вот, собственно говоря, на этом теоретическая часть закончилась, и мы переходим к конструктивной части. Начинаем с вами проектировать ракеты. А чем мы сегодня собрались там? По первому, по счету, у нас атомный, атомно-электрический, наверное, даже, ракетный двигатель. Такого пока еще никто не сделал, но ничего. Начнем мы именно с него, потому что я хочу, чтобы вы с самого начала очень как-то четко поняли. Да, действительно. Почти во всех ракетах, 99,99% всех существующих реализованных ракет, рабочее тело является топливом, а топливо является рабочим телом. Никаких других рабочих тел там нет. В качестве рабочего тела используется топливо, которое сгорает, и в виде раскаленных газов вылетает. Да, это все так, но это нигде не сказано, что это должно быть так. Это всего лишь один из частных случаев. Да, частный случай занимающий 99%. Рабочее тело может быть совершенно инертным, это может быть вода, это может быть азот, это может быть что угодно. А подвод тепла, разогрев рабочего тела, может происходить, выводиться и чем-то другим. Ну вот, например, атомный реактор я тут вам нарисовал. Что-то там зашло вовнутрь, это может быть циркулирует какой-то теплоноситель, передающий тепло из атомного реактора. Плохой вариант, конечно, температура будет низкая. Лучше сделать атомный реактор с динамкой. Динамка дает электричество, и провода туда подходят, и там, допустим, бьет разряд, электрический разряд. А вот электрический разряд, если там бьют, знаете ли, сотни или тысячи киломпер, там может быть очень горячо. Там может быть так горячо, как никакой химический реакции не даст. Поэтому, вообще-то, атомный ракетный двигатель – вещь очень перспективная, над чем, в частности, умные люди проработали 40 лет, ничего не сделали. Вот то, что перед вами, это советский проект ядерно-электрического ракетного двигателя. Первые идеи были высказаны в 1947 году. В 1947-1948 проект был свернут. Тем не менее, много чего было сделано. Вот это вот, ну, сама двигательная часть, это Воронежская КБ химической автоматики. Много раз мы еще не вспомним. Удивительная контора. Издивительно в хорошем смысле. Которая, чего только не делала, всегда была на самом переднем крае. Но то, что сверху – это, как вы понимаете, двигатель, а то, что снизу – это я даже боюсь понять, что это такое. Но, в общем, это атомный реактор. Да, это атомный реактор. 40 лет с этим провозились. Ничего не сделали. В проектных показателях был такой маленький-маленький. Вообще, все это дело, массенькое, оно весит всего-то 2 тонны. Это с учетом свинцовой биозащиты. Вот такая маленькая штучка. В эти 2 тонны поместился и сам двигатель, и биозащита, и маленький, маленький такой атомный реактор. Маленький атомный реактор выдавал, или, по крайней мере, должен был выдавать, питались из него его выжать, мощность 190 мегаватт. Ну, чтобы вы поняли, Днепрогресс, гордость советских пятилеток, это 560 мегаватт. А вот этот вот маленький реактор, весом там в тонну или там полторы тонны, это 1 треть Днепрогресса. Моторчик этот должен был давать очень скромную тягу, 3,6 тонн силы. Действительно скромная тяга, но он имел другие замечательные показатели, о которых мы поговорим потом, во второй нашей серии. Окей. Это экзотика, но я ее вам показал не для того, чтобы повышать ваши эрудиции, а для того, чтобы еще раз, еще раз показать. Для того, чтобы работал реактивный ракетный двигатель, из него должно вылететь рабочее тело. А вот кто нагревал это рабочее тело, его собственное горение или внешний подвод энергии, это уже вопрос другой. Это уже вопрос выбора вариантов. Однако вернемся к чему-то реальному. Вот перед вами два реальных моторчика. Почему они тут так вместе нарисованы? Ну, то, что сверху. РДТТ, ракетный двигатель твердого топлива. Это то, что проще придумать нельзя. Это то, что делали, говорят, древние китайцы, хрен его знает, сколько тысяч лет назад. Корпус. Внутри этого корпуса твердое топливо, которое когда-то туда вставили, каким-то образом, или крышку там закрыли, или залили воно там, засохло, застыло это топливо. Вот оно горит, раскаленные газы поступают в сопло, в сопле разгоняются до связи заковой скорости, и все это дело летает. Ну, проще придумать нельзя. Ни одной подвижной детали. Что же вам плохо? Нам все плохо. Нам все плохо. РДТТ – это вещь безнадежная и бесперспективная. Ибо давление во всем этом, во всей этой конструкции, одинаковое. И одинаково высокое. У нас тут нету отдельной камеры сгорания, в которой давление большое, и отдельного бака, в котором давление, избыточное давление нулевое. Здесь все вместе, как у черепахи. Камера сгорания, она же является корпусом ракеты, а корпус ракеты является камерой сгорания. Это значит, что корпус будет нагружен огромным давлением. Но если мы хотим получить какую-то тягу от этой двигателя, там должно быть давление. В результате у нас получится толстенный, я его специально так толстно нарисовал, толстенный тяжеленный корпус. Вспоминаем предыдущую табличку, никаких там показателей рисового совершенства не будет. Какие там 10? Там пяти-то не будет. Да, тут, конечно, мне умные люди скажут, но это все решаемо. Делается центральный канал, как здесь и нарисовано. Горение происходит изнутри. В результате на начальном этапе работы двигателя давление воспринимает не только и не столько стенки корпуса ракеты, но и толстенный слой самого твердого топлива. Замечательно, в конце концов все закончится. Когда-то топливо выгорит. И какая нам разница, зовется наше устройство на пятой секунде или пятьдесят пятой? В любом случае, приходится делать толстенный прочный корпус, который способен выдерживать давление в несколько десятков атмосфер. Это очень нехорошо. Мы выигрываем на простоте, но теряем на весовом совершенстве. Далее. Как бы оно ни было, как бы оно ни было, но газы будут раскаленные, и сопло у нас сгорит. То есть, они будут недостаточно нагретые газы. Если там не будут тысячи градусов, то тогда у нас не будет скорости истечения, ничего хорошего не будет. А охлаждать тут нечем. У нас нет никакой жидкости. Поэтому РДТТ, который, как мы с вами знаем, уже много обсуждали военную технику, именно они-то и летают сейчас по небу туда-сюда во время войны. Но для чего-то серьезного, серьезного космического это тупиковая ветвь. Это тупиковая ветвь. Так делать нельзя. Нельзя нагружать весь корпус давлением камеры сгорания. Поэтому люди с самого начала, если честно говоря, именно так даже еще раньше, исторически развивалось так. Сначала ракеты на ЖРД, на жидкостных двигателях, и только потом появились твердо топливные, если говорить про большие, большие баллистические ракеты, межконтинентальные дальности, космические и так далее. Поэтому надо идти совсем другим путем. Тут у нас все становится очень красиво. У нас есть жидкое топливо. Бак с топливом. Его много. Эта жидкость может быть использована для охлаждения. Мы делаем двойные стенки, ну или там рубашку охлаждения, как хотите это назовите. Окружаем и камеру сгорания, окружаем сопловую часть, то с жидким топливом. Оно, его очень много. Если уж на этой самой-то ФАО 130 кг в секунду качалось, оно снимет тепло, и мы решим эту главную проблему, что у нас ничего не сгорело. Замечательно все получается. Замечательно все получается. Только одно непонятно. А каким волшебным образом это жидкое топливо залезет в камеру сгорания, если в этой камере высокое давление в десятки, забегая вперед, скажу, и сотни атмосфер. Но туда не пойдет. Наоборот, огонь пойдет по этой картинке налево и прямо залезет в бак с топливом. Так не работают. Надо делать что-то другое. Надо чем-то заставить, заставить топливо, жидкое топливо, залезть в камеру. А самый простой, самый простой вариант. ЖРД с вытеснительной подачей. Все перед вами, все предельно понятно. Баллончик с каким-то газом с высоким давлением. Обычно используется азот как инертный, достаточно дешевый газ. Обычно сферический баллон, может быть, и цилиндрический баллон. Там газ под, это же самый азот, под очень высоким давлением. Он поступает в бак с жидким топливом и вытесняет его. И вытесняет его, загоняет его туда, в камеру сгорания, из чего следует, что давление наддува должно быть как минимум равно давлению в камеру, а камера сгорания на самом деле немножко больше. Как вытесняет, иногда даже бывает буквально поршень. Так бывает, прямо конструкция с поршнем. Я вот там здесь тонненько его нарисовал. Прямо поршень там двигается и в этом случае бак выполняет что-то наподобие цилиндра в насосе. Иногда никакого поршня нет, просто туда надувают газ, азот, и он вытесняет своим давлением жидкость. Иногда такой-то там пузырь делают, ну, всякие есть варианты. Всякие есть варианты, но, как вы прекрасно видите, и в этом случае мы должны создать в огромном большом баке с топливом давление в точности равное давлению в камеру сгорания на самом деле даже чуть-чуть больше, чтобы гарантированно шло туда. Как говорится, хвост завяз, голову вытащили, хвост завяз. Опять же, толстенные стенки, опять же, тяжеленная ракета, опять же, никакого весового совершенства и логарифм у нас там Циолковского совсем не тот, который бы нам был нужен. Однако, однако, даже это лучше, чем РТДТ. Даже это лучше, чем твердотопленный двигатель. Почему? Понятно, почему. Ну, во-первых, есть возможность охлаждения. У нас на борту много жидкости. Этой жидкостью мы охлаждаем камеру. И, во-вторых, появляется возможность регулирования. Мы что-то пока еще ни слова не сказали о том, что вообще нам не нужен двигатель, который живет своей жизнью. А твердотопленный именно что живет своей жизнью. Если мы хотим куда-то прилететь, на Луну или еще чего-то, стыковаться с каким-то крохотным объектом в космосе, то мы должны управлять нашими двигателями, направлять его тягой, в нужный момент включать, выключать, регулировать эту тягу. Твердотопленный это делать непонятно как, а здесь все понятно. Ставим какой-то краник, меняем количество, например, меняем количество азота, подавивающегося на вытеснение, и получаем разные расходы топлива. Например, или там регулируем по уже расходу самого топлива жидкого. То есть, эта вещь регулируемая, это имеет хоть какой-то смысл. А вот такие вот, реально, абсолютно реально, ЖРД с вытеснительной подачей, с них-то и начиналось. Ну, в частности, немцы в то же самое время, когда делали ФАУ, делали зенитную ракету Вассерфаль, это водопад. Ну, это зрелище факела пламени напомнило падающую воду водопада им. Да, представьте себе, в 1942 году немцы начались испытания зенитной ракеты, 3,5 тонны взлетного веса радиокомандной системы наведения. Вот там была вытеснительная система. Дальше в зенитных ракетах это использовалось. Потом все это дело, конечно, вытеснил простой, ясный и понятный трехдотопленный двигатель. Уже очень удобно иметь дело на боевой позиции, чтобы не возиться с жидкостями ядовитыми. Тем не менее, вытеснительная подача вполне себе жива на небольших моторчиках. Обычно это где? В космосе, на космических аппаратах, там, где надо подкорректировать орбиту, там, стыковаться, растыковаться, подлететь с кулуни, взлететь с кулуни. Вот то маленькое, что летало с людьми на Луну и с Луны на поверхности назад, на орбитальный модуль. А там были именно моторчики, ну, как моторчики, с тягой в несколько единиц тонн, тонн силы, с вытеснительной подачей. Просто, дешево, сердито, неэффективно, но на малых тягах, на малых размерах, геометрических размеров от этих топливных баков, такая вещь вполне себе оправдана. Но, настоящее, конечно же, будущее, прошлое, настоящее в игроке ЖРД, это ЖРД с турбонасосной подачей. И вот тут все становится на свои места. У нас есть бак, большой при большой, а чтобы лететь далеко и быстро нам нужен большой топливный бак, мы его делаем огромный. Он у нас тоненькими, притоненькими стеночками, потому что внутри давление, ну, есть небольшое давление на дуло всегда, ну, хотя бы, чтобы, допустим, на вход насоса все подавался гарантированно жидкость, но давление очень маленькое, стеночки тоненькие, можно сделать легкую, очень легкую оболочку, все замечательно, насос качает, насос может быть мощный, насос может создать в камере большое давление, я думаю, даже интуитивно понятно, что для того, чтобы двигатель работал эффективно, давление в камере, ну, можно сказать это словами, температура в камере сгорания должна быть большая, но там, где температура, там и давление, то есть насос должен закачивать как следует, и все у нас замечательно, мы развязали, у нас давление в баках такое, какое нужно для баков, а в камере сгорания такое, какое нужно для рабочего процесса двигателя, все замечательно, один вопрос, кто же повесит колокольчик на шею кошки, а кто же это будет крутить, чем мы будем крутить насос, а крутить так он надо как следует, еще раз повторяю, 13-тонная ФАУ пожирала в секунду 130 килограмм, 130 килограмм есть, ну, там, конечно, был не бензин, но если бы это, например, был там бензин или керосин, просто забыл посчитать, посчитаю прямо сейчас, это 173 литра в секунду, это 10 кубов в минуту, 10 кубов в минуту надо перекачивать, но если это другие компоненты, более легкие, чем бензин, страшно сказать, например, жидкий водородок, там вообще будет еще в 14 раз больше, да, извиняюсь, в 10, то есть, нужен мощнейший насос, а мы не имеем права делать этот мощнейший насос размером с дом, он еще должен быть компактный, то есть, он еще должен крутиться с невероятной скоростью, и кто же его будет крутить? Вы не поверите, я сам не поверил, когда готовился к нашей передаче, кранимо своему изумлению обнаружил, что всякое совершенство дошло до того, что сейчас это делают электромоторчики, я был совершенно в шоке, то это было немыслимо, но за те годы, что прошли после моего учебы в институте, научились делать аккумуляторы, все эти хитрые, настолько маленькие, компактные, легкие, что на маленьких, конечно, на маленьких ракетных двигателях появилась возможность поставить электромоторчик, запитать его от аккумуляторов, и весь этих аккумуляторов приемлем. Потрясающая вещь, но это только сейчас, и это, конечно, такая экзотика на небольших, малоэффективных ракетных двигателях, конечно же, конечно же, с самого начала создания ракетной техники по сей день насос крутит турбиной, делает, называется, ТНА, турбонасосный агрегат, именно так, и только так. Турбина, это то, что придумали люди давным-давно, это единственное, что позволяет в крохотном объеме и весе развивать гигантскую мощность, гигантскую мощность, никто, никакой там пышневой двигатель рядом не стоял, с той плотностью мощности, которая концентрируется в малом объеме и малом весе турбины. Замечательно. Следующая кошка, ей кто будет вешать колокольчик, а турбин, то кто будет крутить? Откуда у нас возьмется рабочее тело крутить турбину? А если мы хотим иметь очень мощный насос, да еще с бешеными, бешеными оборотами, бешеные обороты десятки тысяч, сотни тысяч, да сейчас бывает и так, сотни тысяч оборотов в минуту. Это мощнейшая турбина, где на нее набраться рабочего тела? Ответ на этот вопрос ищется на протяжении 50-60-70 лет и в общем-то все развитие техники жидкостных ракетных двигателей, а соответственно и космических полетов, это фактически ступенька за ступенькой разными путями, разными лестницами ищется ответ на вопрос чем крутить турбину турбонасосного агрегата. О чем мы тоже поговорим во второй серии нашей замечательной передачи. Теперь мы переходим к последней части сегодняшнего кино. Она предполагает прекращение разговоров о теории и переход к ошеломляющей невероятной невозможной для той эпохи практике. То есть мы просто внимательно смотрим как же это все дело было сделано на первой в истории баллистической ракете на сооружение которое опередило лучшие умы на 10-15 лет это немецкая Фау-2. Ну невероятно все начиная с того что вот этот молодой человек Вернер фон Браун на тот момент когда он был назначен и руководил огромным коллективом ему не было еще 30 лет. Первые огневые испытания начались тогда когда этому мальчичке исполнилось 30 лет. По понятиям Советского Союза это называется молодой специалист. Вот он был руководителем этого грандиозного проекта. В руках как вы видите он держит модель Фау-2. Что можно сказать за эту ракету? Перед вами самая главная ее часть двигательный отсек управления органов управления значит ракета оснащена но там было все по-взрослому абсолютно настоящий жидкостный ракетный двигатель жидкостный двигатель с турбонасосной подачи никаких компромиссов никакого на вытеснитель они не пошли полноценный турбонасосный агрегат в качестве горючего топлива двухкомпонентное как это практически всегда бывает в качестве горючего того что горит использовалась как я уже говорил 70% водка 70% раствор телевого спирта в воде а в качестве окислителя не соглашаясь ни на какие компромиссы вернер фон браун решил за сандали туда аж жидкий кислород да конечно лучшего окислителя чем кислород придумать трудно но лучше только бывает в турбону ракета на фторе это очень большая экзотика не освоенная по сей день то есть то что на тот момент было самое лучшее было взято самое эффективное жидкий кислород жидкий кислород это жидкость имеющая температура минус 183 градуса то есть у нас бак с этой температурой и он должен не охрупчиться и не рассыпаться как стекло у нас все уплотнения должны выдерживать такую температуру клапана задвижки вентиля должны выдерживать такую температуру потом это жидкость температуре минус 183 должна оказаться внутри камеры сгорания, где полыхает пламя в жалкие 2700 градусов. Потрясающе. Тем не менее, пошли на это, пошли на это. И хотя у нас техникум, техникум, пятый раз повторяю, а не политику, но должен заметить, что именно это решение Вернерфон Брауна и, ну, не что уж там спасло, англичане все равно победили в этой войне, но очень сильно изменило. Если бы, если бы, не дай-то Бог, они бы пошли, немцы, по другому пути, и как все нормальные люди, все свои первые ракеты делали с азотно-кислым окислителем, то есть с качественной оксидом, используя азотную кислоту или там азотный татароксид, то тогда ракету можно было бы заправить азотной кислотой, прикрыть брезентом, лесными дорогами, куда-то там ее прятать, вывозить, вытаскивать, запускать, прятать, вывозить, вытаскивать, и получилось бы у них в руках очень серьезная вещь. Но, ребята, ну, давайте вспомним, точка У летает на 120 километров, сегодняшняя точка У, эта летала на 330, точки У бывают чаще 350 килограмм, а это штуки тысяча, ну, там меньше тысячи, чуть меньше тысячи. Была бы серьезная вещь, но, наверное, Франбрав сделал выбор в пользу жидкого кислорода, а жидкий кислород нельзя залить, он не хранится, он немедленно вскипает, он немедленно вскипает, ну, то есть происходит то, что мы все много-много раз видели по телевизору, по запусках космических кораблей. Стоит ракета, окутанная клубами чего-то белого, это испаряется жидкий кислород, то есть ее непрерывно заправляют, ее непрерывно, она испаряется, ее заправляют, она испаряется, ее заправляют, и так до момента старта. Поэтому пусковая позиция этих ракет была что-то вроде космодрома, там же был завод по производству жидкого кислорода, именно завод, грандиозные стационарные неподвижные сооружения, все это изрыгает клубы дымящегося жидкого кислорода, ну, спутников тогда не было, но были самолеты-разведчики, были люди-партизаны, подпольщики-разведчики, в результате англичане быстро выяснили, где это все дело происходит, и в один прекрасный день туда прилетело 650 Ланкастера, четырех моторных мандировщиков, потом еще несколько раз прилетело. Поэтому с точки зрения ведения войны это было решение ошибочное, но с точки зрения совершенства ракеты, да, безусловно, был выбран очень сложный в работе, сложный в конструировании, но зато самый эффективный окислитель. Соответственно, чем же у нас крутился турбин, кто крутил? Вот я там красненькую заливочку сделал, ядроген, пероксид. Крутилось это дело перекисью водорода. Перекись водорода – это идея фикс немецкой инженерной мысли 30-40-х годов, и с их подачей, с их легкой руки, это дело и стало, ну, просто безальтернативным на всех первых ЖРД. Что такое? Ну, перекись водорода, я думаю, у каждого из вас есть дома в аптечке, если нет, то должна быть. Это такая ненормальная вода. Нормальная вода – это H2O, 2 атома водорода, 1 атом кислорода. А ненормальная вода, перекись водорода – это H2O2, 2 атома водорода, 2 атома кислорода. Или, другими словами, лишний атом кислорода. Вот этот лишний атом, он и определяет многие важные практические применения перекись. На что ее используют? Было в 30-е годы, называлось пергидролевая блондинка. Мода такая была у женщин, вот ходить с такими пепельными, светлыми, пепельными волосами. Это достигалось при помощи перекиси водорода. Почему? Перекись водорода – неустойчивое соединение. Если вылить на стол, на пол, то через несколько десятков минут останется вода. Вот этот лишний атом водорода, он отлетает, и вода остается. Помещение заполняется атомарным кислородом, который потом свертывается в молекулярно нормальный кислород. Так вот, атомарный кислород – это очень активный окислитель. Он и обесцвечивает волосы, он же и обеспечивает свертывание крови. Почему в домашней аптечке желательно иметь перекись? Помазали ваточкой. В этой вот зоне выделяется атомарный кислород. В нем сгорает, свертывается кровь, получается сгусток. Этим же используют при отбеливании белья, этим же используют при дезинфикации всяких медицинских целей и так далее. А при чем тут ракеты? Ракеты при том, что вот эта неустойчивая жидкость, перекись водорода, она может очень быстро разлагаться, если туда добавить катализатор. Этот катализатор знали все советские мальчишки. В результате чего, не знаю, как в Украине, не спрашиваю еще ни разу в аптеке, в России даже запретили продавать марганцовку. Катализатором является перманганат калия, по-моему, это марганцовка. То есть катализатор, вещество, которое в реакции не участвует, но на что-то влияет. Так вот, в присутствии марганцовки, это перманганата калия, происходит стремительное разложение. Немедленно, за десятки минут, а мгновенное, взрывное разрушение перекиси водорода, она превращается в воду и отрываются атомы кислорода, но при этом выделяется большое количество тепла. И все это дело вскипает. И перекись водорода, вот эта ненормальная вода, превращается в перегретый водяной пар, ну там, каких условиях протекания реакции, может быть, 400, может быть, 500, может быть, даже и больше градусов Цельсия. И вот этот вот поток раскаленного, перегретого пара куда-то устремляется. Куда-то устремляется. Ну, если неправильно себя вести, это делать опыт в какой-то стеклянной бутылочке, не дай бог, останетесь без глаз и без лица. Вот, если же это дело поместить, вот на этой картинке, видите, там какой-то бачок такой, красивый такой бачок. Бак интересного формы. Я его обвел и стрелочку вам туда показал. Вот это вот есть двигатель ракеты Фау-2. А вот этот бачок, это как раз и есть бак с перекисью водорода. Вот ее способность в присутствии браганцовки промаганата калия стремительно вскипеть и превратиться в перегретый пар и использовалась. Вот это, конечно, уже музейная фотография. Там все так красиво для нас сделано. Понять ничего невозможно, но я постарался сделать, чтобы вы увидели. Вот там стрелочку красную нарисовал. Красный прямоугольничек. И в него, видите, такая, ну, небольшая труба. Ну, кусок трубы, вот синим, что ли, я его обвел. Вот это и есть махонький, крохотный газогенератор. Из желтого бака. Вот этот большой желтый бак. Его там было, дай бог памяти, 175 килограмм перекиси водорода. В парогенераторе было 14 килограмм нарганцовки заложено в каком-то виде. Это одно поступает в другое. Значит, происходит стремительное разложение перекиси. Получается, перегретый пар у них там было 400 градусов. И вот этот вот, ну, правильно сказать, парогаз, там же еще присутствуют атомы кислорода. Вот этот перегретый парогаз по трубе. Труба такого рыжевато-ржавого цвета. Я на ней стрелку, видите, вниз нарисовал. И вот по этой трубе этот поток раскаленного парогаза направлялся на турбину. У нас появлялось то, чем можно было турбину крутить. На что мы потратили, соответственно, суммарно 190 килограмм на компоненты, на перекись и марганцовку, плюс вес самого бака и вот этого устройства, плюс он же сам-то ведь тоже туда не полезет. Перекись же надо как-то туда засунуть, в этот парогенератор. Засовываю ее вытеснительным, то есть там, видите, сбоку, справа зеленые баллоны сжатым азотом, в частности, для того, чтобы вытеснять перекись в генератор. Замечательно. Это у нас появилось, и дальше мы крутим турбонасосный агрегат. Вот перед вами такая штуковина. Тут, конечно, трудно понять ее габариты, но на обычном письменном столе, обычном письменном столе, типа того, на котором я сейчас сижу, это дело бы замечательно поместилось, и еще место свободное осталось. То, что в центре эта турбина, такая небольшая, красивая, аккуратная турбина, которая выдавала 530 лошадиных сил. То, что видите перед собой, это 530 лошадиных сил. Очень хорошая турбина, двухступенчатая, двухступенчатая турбина. Лопаточки, если внимательно посмотрите, увидите, то есть направление движения струи парогаза вдоль оси, вдоль оси вращения, она проходит первый ряд, потом второй ряд, вот я там их подкрасил. Торцы, чтобы видели, что там действительно два диска, два диска ротора, а между ними, естественно, еще диск неподвижного статора. Вот это дело крутится, крутится оно там не очень быстро, 4000 оборотов в минуту, что для ТНА это действительно немного, и, соответственно, крутят два насоса. Еще раз возвращаемся, вот один насос, ну, понятно, для одного компонента, другой насос, центробежный насос для другого компонента, который обеспечивает нам подачу компонентов в двигатель. Куда мы потом деваем этот парогаз, кстати, а он просто выкидывался. Вот это реальная вещь, это уже, ну, просто вот, как оно и есть, вот это дикое нагромождение трубочек, мы все поймем, сейчас мы все поймем. То, что вот эти такие штаны, вот эти штаны такие расходятся, я там еще обозначил стрелками, это как раз линия отвода от работавшего уже после турбины, после турбины парогаза. Чего она такая толстая труба, должны бы у меня спросить, подходила же поменьше. Да, действительно, когда подходила, нам нужна была скорость. А сейчас нам уже ничего от этого парогаза не надо, все, что мы от него хотим, это чтобы давление, напор был минимальный, газодинамическое сопротивление, чтобы было минимальное, чтобы он не мешал турбине, потому что он уже притормаживает турбину в сопротивлении в этом канале. Поэтому сразу ушли на большие диаметры, на большие сечения, да еще две трубы и просто сбросили это дело в атмосферу. Ну, или в не атмосферу, где мы уже летим. Вот просто взяли и выкинули 190 килограмм компонента, еще достаточно горячего. Ну, такая была тогда жизнь. В результате показатели этого устройства все вместе весит 150 килограмм, как я уже сказал, мощный 400 киловатт, это 530 лошадиных сил, 4000 оборотов, вот это дело качает совокупно 130 килограмм жидкости в секунду. Очень хорошо. Мы уже научились что-то подавать, у нас уже насосы крутятся, и мы это дело подаем в, ну, собственно, двигатель. Двигатель, конечно, нельзя так отделить, ну, в камеру сгорания, назовем так. Вот то, что перед вами, вот это невероятно красивое произведение декоративно-прикладного искусственного, это, конечно, 3D-графика. Жуткое нагромождение труб. Что это такое? Ну, вот эти вот пимпы сверху, ну, как перевернутые стаканчики, перевернутые чашки, не знаю, как это все, ну, представлять, назвать это фор-камеры. Фор-камеры, в которых происходит зажигание. Зачем они на это пошли, обсудим отдельно. Обсудим отдельно. Пока смотрим, что их вот этих перевернутых чашек 18 штук, 12 по одному кругу, 6 по другому. Каждая чашка представляет собой вот такую вещь. Сверху в нее подводится окислитель, жидкий кислород. С боков туда попадает вот этот спирт, будем называть его спиртом. Ну, там вся двойная стенка, все они заполнены, вот эта рубашка спиртовая заполнена спиртом. Заполнены и двойные стенки чашек, и вот происходит там смешение. Сверху распыляются тоненькими-тоненькими отверстиями, тонкими струйками жидкий кислород. С боков влетает тонкими струйками распыленный спирт. Все это дело там полыхает. Кстати, компоненты не самовоспламеняющиеся, поэтому там было еще дополнительное пусковое топливо. Чего там только не было, поэтому трубочек так много. Коль скоро мы, не мы, а конструкторы пошли на это решение, что там 18 перевернутых чашек, то каждой из них надо подвести свою трубку. Видим, вот это даже не осьминог, а чертся что, 18 тенок. Это подвод жидкого кислорода к каждой из этих форкамер. Что они сделали со спиртом? Зеленым обозначены трубопроводы подачи горючего спиртового. Я не очень понимаю, зачем они сделали три с одной стороны, то есть с другой шесть точек ввода. Ну, понять можно. Они беспокоили за равномерность. За равномерность подачи, за равномерность потока спирта в охлаждающей рубашке. И, соответственно, за равномерный подвод этого делал каждому из 18 форкамер. Но в любом случае, скорее всего, они перестраховались. Никогда больше такого не делали многоточечный. Шесть точек ввод горючую рубашку охлаждения. Но вот по первости пошли так. А то, что я там обозначил, видите, красными стрелочками, это как раз те самые штаны, через которые наружу сбрасывается отработавший парогаз после турбины. И, наконец, святая святых внутренности камеры сгорания. Двойные стенки. И то, и другое было сделано из тонкой листовой нержавеющей жиропрочной стали. Зелененьким я обозначаю горючее. То есть спирт подводился вот в самый низ этой картинки в большой коллектор. Проходил по двойной вот этой рубашке между двух стенок, охлаждая и отводя тепло. Дальше там наверху попадал фор-камеры, и там происходило воспламенение. Но это еще не все. Какие-то зеленые точки я там натыкал. А это не просто так. Это еще и пленочное охлаждение. То есть было много-много, там три, по-моему, или четыре ряда вот таких отверстий. Там же, видите, и такие, но уже утолщение трубы. Зелененьким обозначен, где идет тоже спирт. Через эти тоненькие, маленькие, узенькие дырочки втекает, втекает спиртовая смесь. Она пленкой, пленкой струится, скользит по стенкам камеры сгорания. Это называется пленочное охлаждение. Говорят, думаю, что это выдумки, но говорят, что это идет о древних индусов. Каковы древние индусы делают у себя кувшины для хранения воды, чтобы вода, представляете ли, в жаркий полдень была прохладная. Для этого индусы, когда месят глину, они туда кидают рубленую солому. Маленькую, очень тоненькие соломинки. В процессе отжига, когда из этой глины появляется кувшин, соломинки эти выгорают во время обжига, и в результате стенки кувшина оказываются пронизанными, не огромным, большим количеством маленьких капиллярных отверстий. Через скаковые отверстия вода не выливается, а микроскопическими количествами вытекает. На внешней поверхности кувшина образуется непрерывно возобновляемая пленка жидкости, жидкость испаряется, тепло фазового перехода, происходит охлаждение. Не знаю, думал ли когда-то кто-то про индусов, но вот это пленочное испарительное охлаждение внутренней поверхности камеры, стена камеры сгорания практически стерпор, является неотъемлемым атрибутом любого жидкостного ракетного двигателя. В целом надо подвести итог, что в этой двигателе практически все на десятилетие вперед уже было придумано, испытано и заведено в дело. Это как представить себе, что первый, допустим, серийный автомобиль Форда был с гидроусилительным руля, автоматической коробкой, АБСом, климат-контролем и круиз-контролем. Вот как-то так не случилось с Фордом, а вот первая серийная, вот на серийная реально летающая баллистическая ракета, ну, практически все основные решения на десятилетие вперед уже имела. Чтобы совсем стало понятно, что такое Фау-2, ее двигатель, вот это перед вами, видите, такая вот фитюльчика, маленькая и красивая. Это вершина достижений советского ракетостроения до начала Второй мировой войны. Двигатель Глушко, да, тот самый будущий Академия Глушко, будущий главный конструктор, будущий главный разработчик самых мощных советских ЖРД, вот это то, что они на пару с Королевым сделали. Глушко сделал вот этот вот моторчик с тягой в 170 килограмм. Напоминаю, что на Фау была тяга 25 тонн, а здесь 25 тонн, а здесь 170 килограмм. Ну, в общем, вы все видите, габариты, конструкции, все ясно и понятно. Потрясающе. Осталось только подвести итоги. Вот опять же фотография с немецкого музея. Что же мы видим? Мы видим, что двигатель этот давал тягу 25 тонн при весе 500 килограмм. Соотношение тяга к весу 50, 50 к одному. Это очень хороший показатель. Это очень хороший показатель. Что значит хорошее? Ну, давайте, например, сравним с реактивным двигателем. Ну, ТРД, то, что на самолетах стоит. А ТРД начинались, ну, 2-3, ну, то есть тяга в 2-3 раза больше веса, потом дошли до 5-6, ну, может быть, безфорсажные 6,5, плюс форсажная камера, это уже фактически турбориативный двигатель, плюс турмоточный двигатель. Дотянули до 8, ну, и сейчас самые-самые лучшие турбориативные двигатели с форсажной камеры на максимально форсажном режиме 10 к одному. Тяга в 10 раз больше веса. Эта штуковина в середине 40-х нам выдает 50 к одному. Если табличка правильная, я немножко боюсь за эту табличку, у меня есть некое опасение, что они все-таки показали без веса турбонасосного агрегата 150 кг, но в любом случае показатели весовой отдачи, тяга вооруженности двигателя просто-просто великолепные. Ну, что же нам мешает слетать в космос? Значит, если слетать в космос, нам мешает вот та вот строчка. 2,2 км в секунду. Скорость истечения. Возвращаемся, и мы понимаем, почему я составил эту таблицу. Скорость истечения 2200 метров в секунду, 2,2 км в секунду, это ни о чем. Это ни о чем. Это очень мало. Никуда мы не улетим с такой скоростью. Для этого нужна ракета с весовыми совершенствами 37 к одному, что не может быть никогда. С этим нельзя было улететь. Про космос вообще не говорим. И никаких межконтинентальных ракет из этого сделать было нельзя. И вообще разговоры о том, что немцам осталось только привинтить туда полочкой, примотать вторую ступень, они бы долетели до Нью-Йорка. Нет, ребята, до Нью-Йорка вот этой конструкции вот с этой скоростью истечения 2,2 км в секунду, простите, но до Нью-Йорка ей как до луны раком. Даже это невероятно сложная, казалось бы, невероятно совершенная вещь, еще бесконечно далека до того, чтобы выйти в космос, чтобы сделать что-то действительно большое и серьезное. Почему он такой? Вообще говоря, табличка-то из немецкого музея очень ясно говорит, почему он такой. 14,5 атмосфер давления. Там очень низкое давление в камере. Именно это определило все остальное. Он поэтому и такой легкий. Он и легкий-то у них такой, замечательно выдающийся легкий получился потому, что он не нагруженный. У него очень маленькое давление. Это смешно. 14,5 – это смешно. Надо еще нолик один добавить, чтобы получился нормальный ЖРД. А вот если бы они еще добавили нолик к давлению, у них бы все стенки получились толще. Им бы и трубонасосный агрегат нужен был бы совершенно другой мощности, и получился бы другой вес. Они вытащили голову, утащили хвост, или утопили хвост, вытащили голову. За счет очень низкого давления в камере они сделали легенький моторчик. Легенький моторчик, но, ну как, ну понятно, еще раз повторяю, это опередило успехи высшей рубежи инженерной мысли всей Земли, всей планеты на 10-15 лет. Но, конечно же, до космоса совсем еще очень далеко. А космосу, чтобы дойти, надо много-много менять, много совершенствовать и по ракете, и по двигателю. О чем мы, естественно, стоп, никто никуда не расходится. Никто никуда не расходится. Я вас поблагодарю за внимание. Почтеннейшая публика, вот вам домашнее задание. Что это такое? Что это черное валит из ракеты? Сразу даю подсказку. Это не авария. Это не аварийный старт. Это нормально. Вот так эта ракета, причем весьма массовая ракета, подсказывая, и летала. Буду очень рад убедиться в комментах, что кто-то знает, что это такое, и почему из ракеты вываливаются черные страшные клубы дыма. А вот на этом уже действительно спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok